Вперед в 90-е. Неизвестные за отказ продавать парковочное место избили жителя ЖК Аркадийский дворец. В знак протеста местные перекрыли дорогу. Боятся, что дело замнут. По их словам, обратить внимание власти и правоохранителей иначе не удается. За развитием событий наблюдал Александр Кац. И снова на митинг. На этот раз жильцы Аркадийского дворца вышли с транспарантами не столько из-за парковки, сколько из-за беззакония. Теперь жители боятся не только за имущество, но и за свою безопасность. Вчера избили нашего соседа. Мы пытаемся привлечь к этому факту внимание, чтобы это не осталось без расследования и без внимания властей. Одного из активистов жестоко избили неизвестные за отказ продавать свои парковочные места. Сейчас пострадавший находится в городской больнице номер 11 в нейрохирургическом отделении с травмами головы. Сначала забрызгали мне лицо с газом, а потом начали наносить удары металлическими предметами в голову. Сказали, что это тебе пока за паркинг. Дальше будет еще хуже. Есть такой в Одессе бизнесмен, так называемый. Галактиник его фамилия. Хозяин привоза одесского. Вот это, я уверен, что это связано с ним. Это заказчик он этого всего. Это друг Труханова. Вот они напали на наш гараж. Опасаясь, что дело могут не начать расследовать, люди перекрыли улицу. Сегодня мы пытаемся привлечь милицию, полицию, извините, для того, чтобы они расследовали это дело правильно. В правильном контексте, потому что у нас есть информация о том, что это дело будет потихоньку закрыто. Говорят, несмотря на правовые успехи, ситуация и дальше ухудшается. Мы опять возвращаемся к той проблеме, которая возникла еще с февраля месяца, когда фирма «Управдом» наглым образом поменяв адрес, продала наш паркинг. На место прибыл начальник Шевченковского районного управления полиции. Пообещал, дело об избиении дойдет до главного управления национальной полиции Одесской области. Начальник Шевченковского РУВД сказал, что будет говорить с генералом, с начальником управления и постарается сделать все для того, чтобы это дело было на контроле у руководства. После удачных переговоров с полицией, активисты перестали препятствовать движению автомобилей, но если что, готовы повторить свою акцию. За развитием событий продолжат следить Александр Кац, Виталий Кононов и весь Седьмой канал. Ну а я напомню, конфликт начался из-за того, что на месте паркинга хотят построить многоэтажное здание. И это несмотря на то, что большинство парковочных мест находятся в собственности жителей. Люди опасаются обрушения склона в результате дальнейшей застройки.